11.06 в Кирове начинается программа дневной разворот студии она лапшина и светлана за ним всем здравствуйте два часа мы сегодня работаем и у нас хорошие такие темы я бы даже сказала новогодние да да они новогодние и не за конца выход не потому что мы подводить все равно подводим кое-какие итоги и причем эти итоги очень приятные вот у них новогоднее настроение и приятно вот и старый новый год провожать хорошими историями сразу представим человек который у нас студия потом про темы двух часов скажем никита трунов актер квн вятка вот так вот представили да никита добрый день добрый день это верно но актер автор продюсер директор актер автор продюсер комсомолец красавец и прочее никита трунов и чемпион и чемпион кстати говоря выше лиги вот здесь надо было нам дениса я сейчас денису князеву нашему звукорежиссеру вращаясь надо было записать вот кусочек из фейсбука все что выложено было с игры к веноскетом вятка вятка ты видела аня ты видела нет я не видела не смотрела так значит мы первом часе говорим про квн про победу нашей команды которые видели только избранные те кто приехал туда вот на эту игру на эти съемки и маленькие кусочки мы увидели в фейсбуках в контактах в соцсетях нечего тут уже скрывать века 21 позволяет нам через интернет узнать все заранее ничего не скрыть и ничего не скрыть поэтому сегодня об этом поговорим во втором часе во втором часе у нас придет большая придет делегация из кировского драматического театра во первых они презентуют новый спектакль чудо папа во вторых понятно мы говорим об итогах этого года и говорим о планах на следующий год который я напомню год театра большая делегация четыре человека у нас будет в студии я думаю так вот а с никитой у меня сразу же будет вопрос можем ли мы слушателям сказать когда все таки вот мы на телике можем увидеть до 1 января до программы время прям прям круто прайм-тайм прайм-таймов все проснулись если мы хотим настроение новый год поддержать свое прекрасное настроение и с чувством удовлетворения войти в этот новый год гордости удовлетворения мы можем посмотреть квн где наша команда вятка стала чемпионом но я честно скажу я кого очень давно не смотрела и даже вот эти игры которые были в этом году несмотря на то что мы никита это освещали здесь и говорили я так я так с осторожностью уж больно было я я вообще как бы здесь появились испытать испанский стыд за нашу команду как бы да я тоже я тоже наверное как и ты мы с тобой такие отличницы хоть и всякие у нас были оценки в школе и приключения мы все равно победители такие нам как так вот знаешь ну они реанимировались они как-то восстали из мои из могилы вышли на большую сцену а вдруг они облажаются и так будет больно что лучше я не буду смотреть думала я я благодаря именно этому мы и выиграли я подглядывала одним глазом ты наверно тоже только подглядывал я не подглядывала я к сожалению помню как раз вот эти впечатления я помню когда играла наша команда в первой лиге по моему так называлась она там где александр масляков младший рулил вот там конечно ребята были молодцы и видно было что старались но все равно вот чего-то там не хватало где-то да и так было вот действительно обидно и однажды мы даже ездили и поддерживали фанатка но я не была особо фанатка присоединилась к фанат я присоединилась к фанатам да я была прибаливающей я бы так сказал да и и вот поэтому но вот теперь такие как я которые перестраховываются с удовлетворением с удовлетворением первого января перед программой время посмотреть эту игру мы начнем с игры мы начнем с игры а все-таки перейдем к очень серьезным планам потому что тут у нас в гостях был игорь панкратов член общественной палаты кировской области и представители завода сельмаш он который который обеспечил вашу игру финансово до сельмаш я вижу сельмаш официальный партнер вы о нем говорили со сцены вместе с поддержкой правительства кировской области обеспечили ваше присутствие в высшей лиге без этого никак ведь но высшей лиге да вообще в телевизионных лигах даже вот в первой лиги на телевизиона сейчас находится в казани если говорить про первую лигу то даже там вообще без финансовой поддержки никак потому что в данное время в квн выигрывает не сказать что деньги а в квн выигрывает картинка ну то есть просто выйти и шутить этого мало на самом деле это сейчас умеют многие есть много телепроектов на других телеканалов которых ты выходишь и просто шутишь тот же самый стендап аквайн это все-таки такая архаичная игра в которой нужно показать умение не только смешно пошутить но и сделать картинку показать умение работать с внешними приглашенными звездами показать умение работать с реквизитом показать умение работать на сцене то есть там очень много составляющих которые в целом оцениваются как раз таки членами жюри которые сидят перед это шоу это большое шоу постановочное понятное дело и здесь вот много и здесь финансы очень нужны у нас был такой вопрос вот когда игорь паркратов приходил в эфир мы заявляли что будет там квн ему прямо конкретно писали кто оплачивал квн сельмаш или правительство я знаю что ни одной копейки бюджетных денег в этом году там не было не было все сельмаш это все сельмаш но я надеюсь что и сельмаш тоже удовлетворен своими вложениями я думаю да это во первых ну лично мое мнение есть например команды как например команда будем дружить семьями у них был спонсор русский сыр то есть это производитель сыров в городе москва это московская команда да московская команда и для такого спонсора как русский сыр то есть который производит продукт для них на самом деле это не большого эффекта не не дает а для государственных учреждений для для учреждений для заводов для больших то есть которые работают на госзаказе это это комьюнити то есть туда на игры приходят очень много важных персон которые сидят в москве и с которыми можно в неформальной обстановке обсудить некоторые какие-то вопросы я думаю что это мое личное мнение я считаю что это так как футбольные клубы для олигархов так и квн для наших чиновников правительств и таких больших предприятий которые на госзаказе работают да потому что мы когда когда я это прошлом прошлом году вообще для меня это был такой незакрытый гильштай играть в квн стать чемпионом очень хотелось правда очень хотелось я здесь в кирове становился с двумя командами чемпионов качестве авторов качестве автора и очень хотелось выиграть высшую лигу мы приходили к разным нашим кировским предприятиям к вятский квас приходили к приходили к юркин парку то есть оттуда не получали не ну то есть нас никто не поддерживал и потом уже как сейчас помню 29 такой совершили да просто написали коммерческое предложение все как по-взрослому что что вы получите что мы сделаем что мы можем сделать что поддержав нас что вы можете получить никому это не оказалось интересно потому что на тот момент да и вообще как уже после полуфинала в нас практически никто не верил у нас даже шутка была в домашнем задании ее не будет в эфире мы потому что несколько раз переписывали мы в конце говорили что у нас там выходили чемпионы прошлых лет должны были выходить и спрашивали типа ну чё ребята там типа вы тут остались да нас там мы такие да мы остались смотри кавиете никто не верил и правда никто не верит ну надо напомнить да что по итогам полуфинальные игры я так насколько вот ну помню не прошли финал но в финале прошли выиграв в кубок мэра москвы да выиграли кубок мэра москвы но как выиграли по факту выиграли мы его но это же игра игра Александра Васильевича Маслякова. И даже то, что в этой игре все решает жюри, решил Александр Васильевич Масляков. Я думаю, Александр Васильевич очень многие вопросы решает. Нам не показывают. И он отдал кубок мэра детской команде, которая выступала вне конкурса. А мы просто взяли максимум баллов и получили путевку. И прошли. А Сильмаш? Чем вы все-таки Сильмаш смогли убедить, что нужно вас поддерживать? Потому что, смотрите, вы по всему крупнику прошлись в Кирове. У всех у них есть деньги, чтобы поддержать. У всех есть деньги, но не у всех есть амбиции. Я так считаю. Мне никто это не говорил. Я считаю, что Сильмаш просто поверил в нас, что мы... Во-первых, Сильмаш поверил в нас. Во-вторых, Александр Анатольевич Чурин в нас поверил. Первый зампред областного правительства. Поставил нам одно условие, что ребята, мы вам готовы помогать, но только если вы будете заниматься в городе Киров молодежной политикой. И тут вы такие, опа! Вот этого не было в наших планах. Это огромная ответственность. И честно скажу, мы сначала с Митей переглянулись, с Бушуевым. Это реально большая ответственность. И так просто сказать да, и давайте пойдем, сломя голову, а потом отказаться от этого всего нельзя было. То есть вы еще подумать пошли? Мы подумали, но поняли все и согласились. Потом уже нам очень неожиданно, когда мы открыли дом КВН, на этом же открытии Дома КВН, на площадке Дворца молодежи, Игорь Владимирович сказал, что даст нам советников. Типа дает нам советников. Мы так тоже переглянулись, думали, шутка какая-то. Ну то есть не поверили. А потом серьезно. Вас ребята запрягли. Ну, мы сами на это согласились. Сейчас прервемся на полминуты и продолжим. Никита Трунов, актер, продюсер, директор, автор КВН команды Вятка, нашей команды высшей лиги КВН, которая стала чемпионами 2018 года. Финальная игра записана уже, она прошла и выйдет в прямой, не в прямой, в записи, выйдет в эфир 1 января перед программой «Время». Я хотела у Никиты спросить. Мы закончили перед перерывом на советниках. Надо напомнить просто нашим слушателям. Да, действительно, часть команды КВН Вятка стали советниками у губернатора, я так понимаю, по вопросам молодежной политики. Верно. Да, было много разговоров и обсуждений. Давайте просто напомним, что вам это финансово дает. Ничего не дает. Советники? Да. Это на общественных началах. То есть многие считают, что... Вам бюджет оплачивает, да. Деньги там платят, что-то. Мы ни одной копейки не получаем, и это на общественных началах. Просто есть история, я тоже постоянно ее рассказываю, когда кто-то спрашивает из знакомых, говорит, вы советниками стали, сейчас деньги лопатой гребете. Я говорю, нет, ничего не получаем, это на общественных началах. А зачем вы тогда туда пошли? То есть тот, кто спрашивает, уже внутри себя понимает, что если бы он туда пошел, он бы туда деньги греб лопатой. Но такого нет. Никит, а скажите, пожалуйста, вам корочки какие-то дали удостоверения? Да, дали корочки удостоверения позволяющие. С этими удостоверениями, просто многие говорят, что с удостоверениями проще решать какие-то вопросы. То есть ты можешь какому-то человеку, если вот тебе надо по делу, проще прийти, записаться, записаться, все что угодно. С этими корочками, с этим удостоверением можно заходить в здание напротив, без всяких пропусков. Заходить в кабинеты к чиновникам, спрашивать. Непонятно, что не пойдем к чиновникам по строительству что-то спрашивать, хотя возможно. Но они дают возможность интересоваться, что происходит внутри. То есть без всяких пропусков. С административной точки зрения проще. Проще, да. В перерыве ты начала рассказывать историю про то, как вы после финала в Москве поехали в Санкт-Петербург давать два концерта. И что-то там в поезде произошло, расскажи, пожалуйста. Есть команда КВН Раисы. Из Иркутска. Из Иркутска, да. И мы когда ехали в поезд туда, ну то есть два вагона, шесть команд. А, то есть вас всех погрузили и повезли. И я заглядываю в купе к Раисам, они все сидят, их там человек шесть, они сидят и все в телефонах. Я говорю, а что вы делаете-то? Какие вы дружные? Я говорю, какая дружная команда? Все в телефонах сидите. Они говорят, мы хейтеров наших читаем. А я говорю, а что там интересно? Говорит, нам даже в личку пишут. То есть у команды КВН Раисы настолько, они настолько этим озабочены, что у них сколько хейтеров всяких, которые их ненавидят, пишут им комментарии, угрозы там, какие они плохие. Хейтеры это люди, которые тебя преследуют в социальных сетях. Которые, да, ненавидят тебя, так скажем, пишут гадости. Поэтому, а мы, наши команды, ну мы читали, читаем комментарии. А у вас тоже много хейтеров? У нас гораздо меньше хейтеров, чем у Раис, гораздо. Но они есть, они вызывают улыбку. Хочется, конечно, что-то ответить, написать, но потом думаешь, а зачем, может быть, он специально и написал, чтобы ему ответили. Ну, ему пообщаться, может быть, просто хочется с вами, да. Там же есть очень много знакомых вам, в общем, фамилий и имен, кто пишет такие посты. Хейты? Да. Я вот, нет, я не видел, если сейчас скажете, может быть. А вот, то есть вы не знаете этих людей, да? Ну, ладно. Ну, бог, я не буду знакомить. В Петербург-то хорошо съездили. Вообще круто. А это был какой-то, ну, не знаю, новогодний какой-то концерт, или это всегда так бывает? Это всегда традиция после финала в КВН. Финалисты едут в Санкт-Петербург давать два концерта на бис. Собирают там большой концертный зал Октябрьский. Там около трех тысяч человек мест. И оба дня были полные залы. Мы делали, то есть, если на финальной игре мы показывали, должны как бы показывать то, что было на финале, но не все команды это могут себе позволить, потому что на финале выкладываются по полной, и там очень много реквизита. И вести его сразу же на следующий день в Санкт-Петербург очень проблематично и затратно. И на финале еще были номера, насколько я понимаю, где были действительно приглашенные звезды. И не все эти приглашенные звезды, наверное, смогли поехать в Петербург. Мы этот финал называли, потому что у каждой команды были приглашенные звезды, мы этот финал так внутри в кулуарах называли «Битва телефонных книг». У кого богаче телефонная книжка на номера. Ясно. Можно я? Да, конечно. Спасибо. Я вот сейчас уже в Фейсбуке... Хейтеров ищешь? Нет, я в Фейсбуке запуливаю наш эфир, пишу, что у нас Никита, и что он говорит и о деньгах, и о хейтерах, и о молодежной политике, и вот к ней нужно все-таки вернуться. Хотя хочется поговорить, как это все было, конечно. Вот об этом хочется, но мы это еще сделаем после перерыва. А сейчас это очень важно. Вот смотри, какая история. Значит, вот приходил еще раз там Панкратов, Игорь. Специально называю его имя многократно, потому что это ответственное лицо, которому надо будет апеллировать, ежели что. Игорь рассказал абсолютно открыто, особо мнение, оно есть у нас на сайте хакирова.ру, он на этой неделе был, в понедельник. Он рассказал открыто, что когда он работал в администрациях, в правительствах тех регионах, вот где он был последний, я помню, Самарская область, там еще несколько регионов, он занимался непосредственно КВНом, он им тоже заражен, и в Самарской области был проект большой, который заканчивается 2019 годом, на него было выделено больше 60 миллионов рублей именно на развитие КВН. Была составлена программа, да, правительственная, государственная, было финансирование, полностью охвачен весь регион. Игорь Владимирович говорил, что, надо говорить Игорь, чтобы не путать с Васильевым, Игорь говорил, что играли в КМ чуть не с детского садика, то есть вот эти лиги прямо с начальной школы и так далее пошли, и он также говорил, что вот любые мероприятия, которые были связаны с молодежкой, идеи, которые там возникали, рубились, они очень хорошо накладывались вот на этот актив, который в итоге формировал десятки тысяч молодых людей, которые были втянуты в эту орбиту, так или иначе, и он считает, что это очень эффективный инструмент молодежной политики, и я понимаю, откуда уши растут, конечно, ноги и все остальные части тела, когда Вас нагрузили обязанностью, ответственностью и обещанием, что Вы, используя деньги Сильмаша, будете в дальнейшем работать на Кировской области, на общественных ли началах, не на общественных ли началах, но заниматься молодежной политикой. Это предстоит делать уже начиная с 2019 года. Ну, у нас уже, если говорить, да, глобально, то мы уже сейчас провели некую работу, и то, что мы сейчас в звании чемпиона, позволяет нам, ну, очень развязывает нам руки в плане проведения мероприятий, потому что КВН — это не просто шутки, не просто юмор, это и танцы, и песни, и симфонические оркестры, ну, то есть это весь спектр того, чем может заниматься молодежь. То есть мы даже ставили номер, где разучивали боевые искусства, то есть мы делали постановочную драку, ну, то есть даже до такого доходило. Поэтому у нас сейчас есть дворец молодежи, на базе которого есть дом КВН, мы уже там сейчас будем проводить, провели несколько мероприятий интересных в плане пока что связанных с юмором, и сейчас планируем, будем планировать мероприятия на следующий год, и вообще будем сядем и будем понимать, как эффективно сделать так, чтобы вовлечь молодежь, чтобы они нас послушали, потому что чемпионов могут слушать. Если бы мы, так скажем, облажались, то тогда я бы, наверное, отказался прийти к вам на эфир, чтобы не слушать. Не позвали. Не правда, мы могли бы позвать, что-то тоже. Ну да, тут чехвостили бы сидели. Ну вот, да, а сейчас в статусе чемпиона у нас, то есть я считаю, что... Тут пан или пропал была такая ситуация. Никита, у меня вопрос сразу уточняющий, вот про дворец молодежи и дом КВН на базе дворца молодежи, команду «Вятка». Тенбера и та программа, которая была у вас на финальной игре и на предыдущих играх, вы в Кирове как-то планируете вот это для кировского зрителя показать? Мы сейчас думаем сделать... Какую-то большую дать, там еще что-то. Да, думаем, думаем. Мы вообще думаем, что вот мы когда сделали здесь кубок губернатора, во-первых, мы съездили в Самару, выиграли кубок губернатора там, в Самаре. Тамошнего губернатора. Вы посмотрели, как это все работает у них, да? Посмотрели там, как это все работает. Там, конечно, огромнейший у них зал, открытая площадка с офигительным звуком, с экранами. Ну, то есть сама декорация, сама вот этого шоу, которое сейчас на Первом канале есть, у них очень похожие декорации, то есть создается ощущение, что это первоканальная картинка. То есть там еще и зал крутой. Технический уровень очень высокий. Это важно, чтобы технически... У нас такой площадки нет. У нас пока такой площадки нет. У нас есть альмаматор Кировского КВН, это Дом культуры Родина, то есть в котором там и мы играли, и начинали, и там постоянно сейчас игры Кировского КВН проходят. На этой площадке мы, когда проводили Лиги по Волжье, сюда привозили два дня, проводили четвертьфиналы и проводили кубок губернатора, мы постарались технически ее оснастить. Получилось хорошо, но можно еще лучше. И нужно делать лучше, чтобы это было интересно. Потому что картинка, которая происходит на сцене, ведущий, звук, это все дает дополнительные плюсы зрителю, который пришел посмотреть на юмор на КВН. Так, а о чем я говорю? В Самаре вы были. В Самаре были. Вот. Сейчас мы проедемся, да, мы планируем проехаться командой вообще не только в Кирове дать концерты, но и проехаться по области, чтобы и в области люди, живущие там, смогли посмотреть на тот юмор, на чемпионов. В троке мы можем обозначить, в какое примерно время? Я думаю, что это будущий год после Сочи, потому что мы же поедем в Сочи еще на фестиваль. Когда это будет? Сочи фестиваль с 12 января по 25. То есть вот у вас сейчас каникулы, имеете право отдохнуть. Да. Потом вы едете в Сочи, и дальше вы планируете, что вы делаете в Кировской области, раз. Вы проедете по всей Кировской области со своими концертами, два. Ну, может быть, не по всей, но выборочно мы проедем. В процессе объезда, вероятно, это поскольку раз уж, если мы пытаемся стыковать, кроме ваших шоу, вероятно, будут решаться какие-то параллельно задачи, связанные с молодежкой тоже, да, наверное? Да, обязательно. То есть вот это вот все будет связано? Все будет связано, потому что нет смысла разграничивать. Зачем, если можно сделать, попытаться. То есть мы сейчас будем набирать активных людей, уже говорили об этом, приглашаем уже в Дворце молодежи сейчас Дмитрий Целищев, там сейчас работает Николай Захарченко тоже. Стоп, это очень важно, погоди. Вот это сейчас очень важно. Про активных людей? Значит, во-первых, Дорец молодежи обрел нового директора, Дима Целищев. Мы Дмитрия помним, да, мы работали вместе. Узкий круг и широкий круг его знает, это известная персона, медийная, безусловно. И ты, Никит, говорил до эфира, что вот сейчас вы уже видите, за буквально очень короткое время работы Димы во Дворце молодежи и вашей, уже даже финансовые показатели самого учреждения растут. То есть есть бизнес-план, это важно. Ну, Дима, как показала практика, Дима не совсем дурачок. Он умный парень, который умеет последовательно, методично работать. Но это важно, потому что все время будут возникать вопросы о деньгах, все время будут говорить, что не подсели ли они на бюджет, не тратят ли на них слишком много денег. Я так понимаю, что Целищев была поставлена задача и зарабатывать и самим деньги. Конечно, коммерческую основу тоже должна быть, потому что Дворец должен как-то жить. Значит, это большое здание, там, в конце концов, только коммуналка, наверное. Ой, слушайте, здание такое, конечно, как оно еще решено. По зданию это отдельный разговор, я бы даже, наверное... Ну, хорошо, это не совсем, наверное, к Никите все-таки вопрос. Так, ну вот есть бизнес-план. Дальше, значит, будет план гастрольной деятельности по области. Будет план, который вы уверенно будете защищать перед губернатором или презентовать его и перед Чурином, раз они на вас возлагают такие надежды, по работе как раз с молодежкой, что, чего, какие вы будете достигать результатов, кого, чего, куда втягивать, для чего и с какими целями. Вот эта вот история вся будет приходить. И теперь вы говорите, что вы формируете уже даже не актив, может быть, он сформирован, а может, нет, но вы увеличиваете количество участников и кого-то сейчас приглашаете, собственно, к себе, в свой дом молодежи, в свой дом КВН. Зачем, во-первых, и кого, во-вторых? Кого, во-первых. Отлично, это вопрос. С полуфинала, то есть, когда идет заселение на игры КВН, это идет, ну, то есть, это трехнедельный срок приблизительно, где пишется сценарий, готовится реквизит. Пишется сценарий, готовится реквизит. То есть, ну, проходит административная и, так скажем, такая... Подготовительная работа. Подготовительная работа. И в финале это говорил, ну, даже, то есть, это не мои слова, это тех пятикратных чемпионов. Например, есть Владимир Тарарыкин, с которым мы работали, мы его нанимали как автора, чтобы он нам помогал. И он сказал одну вещь. Финал выигрывается административным ресурсом. То есть, юмором финал не взять. И чтобы административный ресурс работал, нужно, можно проверить людей. То есть, просто нанимать в Москве, это... Пришел денег, заплатил в Москве, нанял, они тебе там сделали. Мы решили сделать не так. Мы взяли из города Киров дополнительных людей. Я могу даже перечислить, кого мы взяли. Есть Гриша Петухов, есть Максим Зонов, который работал в Кировском КВНе, тоже вот он там администратором. И мы взяли их проверить, как они смогут проявить себя на подготовительном этапе нашей команды. Оба проявили себя очень хорошо. Они коммуникабельны, они умеют учиться уже сами принимать решения. Уже не просто бегут, а как вот это сделать, а как... То есть, они принимают решения сами, что это очень важно, и принимают решения правильные. Стоп, вот сейчас мы должны будем прерваться на короткую рекламу, но я наконец-то въехала. Что значит административный ресурс, о котором ты сейчас говоришь? А я не въехала. Мне кажется, что слушателям надо прояснить. Административный ресурс, то есть, это правительство занесло что-то Маслякову, понимаешь? А может и не Маслякову в кабинет. Нет, правильно я тебя понимаю, Никит, что это люди, которые вы взяли в команду, вот в данном случае это Гриша с Максимом, которые административной работой занимались. Они занимались административной работой, они занимались питанием, они занимались поиском реквизита, они занимались поиском певцов. А администраторы. Они занимались, делали тайм-менеджмент, то есть, они структурировали наш сценарий, архивы. То есть, это все, раньше это делали мы. То есть, они с вас эту нагрузку сняли? Они с нас... Вы занимались исключительно вот программой. Сценарием и программой. То есть, они у нас занимались тем, что есть, так, где у нас номер из домашнего задания, который написан вчера? Все, чик-чик-чик, он здесь. Так, нам нужен огромный поезд в двухметровый. Все хорошо, давайте пошли рисовать. Отмоделили его. То есть, это огромная работа даже по созданию реквизита. То есть, это не просто картонку взял, вырезал, наклеил на нее фотографию поезда, и он получился. Нет, это все моделилось. Мы заказывали это в нашей дружественной продакшне «Росвидео», где они нам делали модели. Мы отдавали это декораторам. Они «Росвидео» полным составом, мне кажется, на игру выехали, судя по Фейсбуку. «Росвидео» очень сильно нам помогает. Прервемся, о них тоже нужно поговорить через полторы минуты после рекламы. Ну что, я считаю, Аня, вот на самом деле, я думаю, что под Новый год и в связи с чемпионством команды «Вятка» в высшей лиге КВН, мне кажется, очень многие поднимут бокалы еще раз вечером в 1 января перед программой «Время, когда будет смотреть финал КВН-а 2018». И вместе с теми болельщиками, которые в Фейсбуке выкладывали видео под падающим серпантином и конфетти, будут кричать «Вятка, вятка, вятка». Ну я тебе должна сказать, что можно, конечно, не быть фанатом КВН, можно не смотреть телевизионные игры, можно не ходить на концерты. Можно вообще говорить, что это вот все фигня и деньги, там уже давно все куплено, поделено, и шутить они не умеют. Но в любом случае, я всегда радуюсь за наших ребят, неважно, кто это. Хоккеисты, КВНщики, радийщики, журналисты, там любые другие, да? Это всегда хорошо. Хочешь, чтобы меня порезали сейчас? Хейтеры порезали меня на кусочки. Не надо. Вот, я же об этом говорю. Вот еще раз сравним две истории. Грамотное распределение средств, сил и понимание целей. Несчастная... Хватит про Родину, не надо. Не надо про Родину, не надо. Родина, которая в год десятки миллионов рублей собирала с бизнеса и бюджета и так далее, это всюду, и никак не может выжить. У нас с тобой разные позиции по этому вопросу. Нет, я ведь не говорю, что... Давай мы не будем удаляться от КВН. По секунду. Я ведь не говорю, что их нужно срочно закрыть. Ты вступление мое пропустила, только поняла, что я про Родину. Я сказала, что сравнить подходы и цель полагания, и работу. И пример КВН. Я бы, Аня, просто хотела, чтобы подход к возрождению команды Родина был вот с таким же результатом, как команда КВН. За год сразу высшую... Мы ждем большого спонсора для Родины. Не в спонсоре дело. Не в спонсоре? Дело не в спонсоре. Ну ладно. Дело в людях. В первую очередь. Хорошо. Давай возвращаться в КВН. Да, смотри, какая история. Во-первых, выяснилось тут в перерыве, что я зря объявила, что ребята будут отдыхать вплоть до фестиваля в Сочи. Это КВН. Нужно очень сказать важную вещь, что 7 января в Рождество будет стендап-концерт во дворце молодежи в доме КВН, где наши КВНщики вместе с приглашенными товарищами по Лиге Высшей будут давать представление. Расскажи, пожалуйста, что это будет. Ну, это будет такой некий рождественский стендап, где будут представители нашего города рассказывать интересные истории в микрофон. И приедут ребята из Красноярска. Команда КВН-такта, их трое, и Алина, и Леша, и Никита, они трое участников, они все в разговорном жанре преуспели. Хорошо рассказывают, у них стильно хорошо получается. И, судя по всему, это созвучно будет с нами, потому что если так-то говорят и там, то так-то и у нас. У нас говорят так-то да. Так-то да. Так и будут кричать. Верно. Это будет во дворце молодежи. Ну, мы сейчас, у нас есть площадка, и будет нелепо ее не использовать. Когда можно билеты приобрести? Ну, я думаю, что вот мы сегодня-завтра с Дмитрием Николаевичем целищим встретимся, проговорим это все. И я думаю, что либо во дворце молодежи можно будет приобрести билеты, либо это будет просто бесплатно. Приходите и смотрите. А это где теперь можно информацию-то искать и следить? Я думаю, что в социальных сетях. Мы у себя в группе команды КВН-такта объявим. И в группе дворца молодежи объявим. И, может быть, даже заведем некую группу, новое сообщество, стендап в городе Киров. Либо она уже есть. Может, Коля Захарченко уже ее ведет. Я, честно говоря, пока не серфил, не видел. Персонально для наших слушателей, пожалуйста. Никит, нет, давайте так. Персонально для наших слушателей у меня большая просьба, чтобы вы нам персонально Эхо в Кирове сообщили, чтобы мы дали информацию на нашем сайте. Я просто могу тогда сказать слушателям, что на нашем сайте появится эта информация, и можно будет следить. Вот мы сейчас все вопросы административные по приездам по всему решим. Я уже принципиально договорились мы с Красноярском, что да, все, они едут. Сейчас мы все эти административки порешаем и все объявим в ближайшее время. Вопросы по приездам. Я сразу же хочу спросить. Вы были у нас летом, если мне память не изменяет, вместе с Дмитрием Бушуевым. И тогда мы говорили о ваших планах и о том, что в Киров, возможно, приедет Александр Масляков-старший. Да. Не приехал в этом году. Не приехал. Не приехал. А вы говорите, что планировался все-таки его приезд. Да, планировался. Мы хотели привезти его для проведения Кубка Губернатора, когда все финалисты, ну то есть еще тогда никто не знал, что это будут финалисты, играли, здесь приезжали плюшки, борцы, пускодорога, и мы играли, четыре команды, вот, и на сцене ДК Родина. И мы хотели, чтобы эту игру провел Александр Васильевич Масляков. Мы ему закинули удочку, Александр Васильевич, можете ли приехать, он не отказал, сказал, да, возможно, смогу. Но так как Александру Васильевичу 78 лет, то, во-первых, его и настроение часто очень меняется, и мы это, кстати, видели воочию, когда показывали ему свои программы, и по состоянию здоровья он может просто физически отказаться, то есть даже за два дня, за один день. Бывало такое не только в нашем случае. Во-первых, мы на него сильно не наседали, мы спрашивали где-то, спросили один раз за месяц, приедете, вроде бы да. Ну, пока там через директора говорят, давайте не трогайте его, чуть попозже, типа, узнаем. И потом спросили, и он уже говорит, он не дает точного ответа, то есть он не говорит ни да, ни нет, а уже время идет, поэтому мы... Ну, понятно. Тут не получилось, может, получится еще. Кто-то еще будет приезжать к нам, кого планируете еще привозить? Вот, ну, я не знаю, там, команды, финалисты, полуфиналисты, бывшие лиги, что будет? Нет. Смотрите, мы поедем в Сочи, не просто так отдыхать и тусоваться там в Сочи, хотя это тоже будет иметь место, но в первую очередь мы поедем туда заявлять и открывать центральную лигу города Киров под названием Вятка. То есть центральная лига, это лига, которая позволит стягивать в нашем регионе команды из других регионов, то есть не просто кировские команды. И кировские команды, которые сейчас играют в городе Киров, могут попробовать себя... Посоревноваться. Посоревноваться, да, с другими командами из других регионов. Чебоксары, Казань, Красноярск. И сейчас, потому что мы чемпионы, к нам команды захотят идти, потому что все много спрашивают уже, будете ли открывать лигу. И в прошлом Сочи, когда мы ездили, почему нет лиги в городе Киров? Почему вы не делаете, вы же можете. Можно сразу говорить, Киров, Вятка, Вятка, Киров, ничего страшного. Вятка, Киров. Ну я просто Вятка, Вятка, мне как-то созвучнее Вятка. Правильно? И лига будет называться Вятка. Так, хорошо, значит, команды будут сюда приезжать. И вот насчет чемпионства, кстати, я думаю, что тоже важно это пояснить, этот момент. Это обсуждалось в социальных сетях, да, двойное чемпионство в этом году. Ой, что случилось-то у вас, да? И до 1 января еще долго ждать, расскажите нам, пожалуйста. Есть интересная история, есть история, которая произошла на финале. Во-первых, выиграли финал, выиграла финал Вятка в чистую, мы заняли первое место. У нас 11 баллов из 11 возможных. И по баллам, да, мы выиграли. То есть мы взяли приветствие капитанский, приветствие 5 максимум, капитанский балл максимум. И последний конкурс 5, это максимум. При выставлении оценок, то есть мы получили максимум, Раисы, команда КВН Раисы Иркутска, они получили 10,8. У них была одна четверка за последний конкурс. То есть 0,2. И там мы уже все, радуемся, все, мы победили чемпионы. Даже уже, ну, то есть мы предполагали, что будет двойное чемпионство. А почему? Ну, 6 команд. Крокус, Сити, Холл. Это историческая ситуация для самого КВН в целом, для большого КВН. Потому что ни разу в Крокусе не было, на таких площадках ни разу не было КВН. Ни разу не было такого количества команд в финале. Ни разу не было такого прецедента, что команда там через 6 лет вернулась и дошла до финала через Кубки Мэра и всего остального. И мы чувствовали внутри, что на этом сюрпризы в этом году не закончатся, потому что и гида сезона была такой разный КВН. И уже на генеральных прогонах ходил слушок такой. Ну, то есть в кулуарах всегда запускается, а стоит одному сказать, там все остальные кто-то подхватит и уже слух пошел. И мы думали, что да, возможно будет двойное чемпионство. Когда нам выставили максимум, а Раисом выставили четверку, то есть мы поняли все, мы единоличные чемпионы. Но тут слово дали Сергею Киржгетовичу Шойгу, тоже не знаю, как правильно, так и так. Не важно. И он говорит, а давайте дадим еще 0,2, не так много, не такое большое расстояние. Говорит от своей широкой души еще. Давайте дадим и девочкам чемпионство. И так вот, но в Википедии написано, чемпион команды КВН Вятка, чемпион команды КВН Раисы. И примечание, команда КВН Вятка, максимум баллов Раисам дали чемпионство. Ну, то есть, просто как бы, ну, прицепом. Есть интересная история, у них автор есть, Стас Агафонов. У Раисы. Да, очень хороший человек. У Раис. На самом деле, да, у Раис. И мы с ним, когда ехали в поезде, обратно уже из концертов из Питера, а он все время злился, ходил, что он же тоже хотел единоличное чемпионство, он к этому тоже шел. Мы его понимаем, нисколько на него не обижаемся за это. И вот он в поезде подошел, говорит, Никитос, ты чемпион. Ну, и я тоже. Я говорю, вот именно в такой последовательности, Стас Агафонов. Прекрасно. Ну, хорошая история, но еще про Слепакова, я знаю, была тоже такая история. Да, вот как раз-таки четверку за последний конкурс. Вы увидите наше домашнее задание. Во-первых, оно уже где-то есть в интернете, бегает там, типа, экранка так называется. Она уже есть. В не очень хорошем качестве. Я, честно говоря, не смотрел. Специально не смотрю, хочу посмотреть, как будет сделан монтаж первого канала. Даже вот, да посмотри, посмотри. Я вот говорю, нет, я посмотрю конечную картинку. И за последний конкурс нам поставили все пятерки. Семен поставил пятерку, а Раисом он поднял четыре. И на мой взгляд, это правильно, потому что Семен КВНщик, я ему за это благодарен. Он посмотрел, он увидел, он оценил по достоинству выступление Раисы и наше выступление. И я ему хочу сказать спасибо. Может быть, как-то он услышит это в записи. Семен, огромное спасибо. Ты настоящий КВНщик. Ты оценил все по-честному. У нас остается буквально несколько секунд. И вопрос логичный в конце. Вы будете продолжать игру в высшей лиге в следующем году? Страшно ведь после чемпионства. Пока не знаем, но мысли такие есть. Спасибо, Никита Трунов, автор, продюсер, актер КВН «Вятка». Это команда высшей лиги из Кирова, которая стала чемпионом высшей лиги в этом году. А как она остановилась, можно будет увидеть 1 января вечером перед программой «Время». Благодарим Никиту. Спасибо вам. Не прощаемся, через 20 минут вернемся.